Это Омск, здесь двигаемся дальше. В Омской области заканчиваются запасы лекарств для ВИЧ-инфицированных. Ситуация в соседних регионах даже хуже. Данные, опубликованные Росздравнадзором, подтвердили и в Минздраве России. Все дело в схеме закупки медикаментов. Впрочем, критической ситуацию в федеральном центре не считают. А вот те, кто может остаться без жизни на необходимых лекарств, думают по-другому. Дмитрий Куканас выслушал мнение сторон и выяснил, на сколько дней осталось препаратов в Омске, что грозит ВИЧ-инфицированным в случае, если прерывать терапию. Препараты для антиретровирусной терапии Денис принимает уже более двух лет. Как и большинство ВИЧ-инфицированных пациентов, он боится перебоев с поставками лекарств. А ведь они увеличивают количество клеток, укрепляющих иммунитет. В региональных центрах по борьбе со СПИДом по всей стране список препаратов за последние месяцы стал значительно меньше. Вместо привычных лекарств пациентам предлагают аналоги. Более дешевые и зачастую менее качественные. В результате некоторые пациенты вообще отказываются от лекарств. С начала этого года резко увеличился поток жалоб в общественной организации. В ряде регионов мы получали сообщение от пациентов, что им врачи говорят, что вы уже давно находитесь на терапии, вы можете сделать так называемые каникулы. Но ни в каких международных рекомендациях никакие каникулы не прописаны. Пациент станет заразным, если говорить совсем простыми словами, и передать вирус дальше. Как правило, региональные Минздравы отчитываются, что сейчас лекарства получают все, кому они назначены по решению врача. Ученые такой избирательный подход к ВИЧ-инфицированным не поддерживают. Обязательно постараться в ближайшие два года, чтобы все ВИЧ-инфицированные могли получать терапию. Сейчас их получают всего 35%. Остальные 65% получаются, так сказать, как нелюди все равно. Перебои в поставках лекарств объясняют новой системой закупок. Если раньше каждый регион составлял заявку для себя, теперь все необходимое должно купить Федеральное министерство здравоохранения. Многие к этому не успели подготовиться. В Омске решили подстраховаться. Обязательно должен быть остаток на первый квартал 2017 года. Зная о том, что с 1 января никакие средства нам поступать не будут. Поэтому оговаривались, была оговорка в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, что препараты централизованно будут поступать не раньше второго квартала 2017 года. Мы это все учли. Чиновники призывают не драматизировать ситуацию. По оценке Ольги Голодец, лекарств должно хватить до того момента, как начнутся регулярные поставки по новой схеме. Начиная с этого года, программа противодействия распространению ВИЧ-спита вынесена на новый уровень. В бюджете заложены отдельной строчкой средства. Начались торги, все лекарства будут в регионах. И мы ожидаем увеличения, кратного увеличения охвата лечения больных ВИЧ. Антиретровирусная терапия обязательно для трех тысяч амичей. Это меньше половины отстоящих на учете пациентов. Но врачи прогнозируют, лекарства понадобятся еще 800 больным в этом году и как минимум тысячи в следующем. Запасов препаратов должно хватить до мая. Дмитрий Кукан и Сергей Степанишин. Омск.Десь.